Давайте разберем еще одну задачку. Итак, у нас есть пользователь, который вводит какое-то действие. Мы его действие записываем в переменную action и начинаем сравнивать. Если он ввел действие прыгать, то мы ему вводим, мне нравится прыгать. Если же он вводит плавать, то мы ему отвечаем, я люблю плавать. Если же он вводит летать, то мы вводим, я хотел бы научиться летать. Как видим, программа такая простая, получилась довольно громоздкой, большой и трудно читаемой. В таких случаях лучше воспользоваться оператором SwitchCase, который мы рассмотрим. То есть данную программу можно переписать на оператор SwitchCase следующим образом. Итак, мы сохраняем действие, которое ввел пользователь. А дальше пишем слово switch и пишем, какое значение нужно проверять. Так как нужно проверять команду, которую ввел пользователь, мы в круглых скобках указываем. Проверяй, пожалуйста, значение переменной action. Он возьмет это значение и будет сравнивать с каждым кейсом, с каждым вариантом, который мы укажем. У нас вариантов три, это прыгать, плавать и летать. И после двоеточия мы указываем, что нужно делать, если action такого-то вида. То есть если прыгать, то мы вводим console.rightline. И в конце пишем break. Пока что это не нужно понимать, что такое break, пускай это останется нашей магией. Итак, если у вас программа с помощью if-else получается большой вложенной, то вместо этого используйте SwitchCase. Субтитры создавал DimaTorzok